В бое наступила настоящая снежная зима, а с ее приходом появилась и необходимость расчистки городских дорог от снега. Как сообщает директор предприятия «Дорожник», с трех часов утра на улицу города вышло 10 единиц техники. Основное внимание уделяется уборке автобусных маршрутов. Расчистка идет регулярно и во всех направлениях. Главная задача на утро – обеспечить нормальную проходимость транспорта в часы пик, когда большинство людей едет на работу, дети – в садик и в школу. Автовладельцам напоминают еще раз о необходимости соблюдать правила парковки машин и не мешать работе снегоуборочной техники. На сегодняшний день с трех часов утра выехало 10 единиц техники. Мы стараемся выезжать в три утра, потому что есть много нюансов. Таких, как, сами видите, что частных машин всяких много, значит, по дорогам стоят. И чтобы и нам удобнее было чистить, и не мешать людям проезжать и на работу, и с работы, кто куда возвращается. Соответственно, мы стараемся в три утра, дороги посвободнее, и, скажем так, есть возможность и побыстрее, и покачественнее вычистить дороги. Техника вся у нас разная, конечно, мы стараемся ее поддерживать всегда в рабочем состоянии, но бывают нюансы, вот сегодня у нас, например, одна машина, пришлось ее притащить обратно. Ну, сейчас отремонтируем, она опять выйдет на линию. Есть какие-то новые автомобили? Автомобилей нет. Мы, значит, сейчас приобретаем погрузчик. Скажем, нам осталось немного рассчитаться, это для погрузки снега и песка. У нас вот сейчас, например, четыре трактора МТЗ с лопатами, два зила, это поливомоечная машина, летом они дороги поливают, зимой мы вешаем на них лопату, и, соответственно, грибут они дороги. И основные, это, конечно, наши трудяги, это два грейдера, которые, ну, вот сами видели, которые довольно качественно и хорошо чистят дороги. Ну, кроме этого, имеется еще два погрузчика, большой, значит, Амкадор и маленький, тоже на базе МТЗ. Болотник-бульдозер, ну, это, как правило, мы его используем уже в таких ситуациях. И грейдозер, это на базе К-700, ну, это тоже уже в основном, когда для расширения дорог идет. Вот, то есть, у него довольно мощный отвал такой, и, конечно, у него большой расход горючего идет, и поэтому его сейчас, вот, например, выпускать на дороге нецелесообразно. Мы стараемся, во-первых, ночью не ездить по частному сектору, потому что и шумно, и все. Вот, а после восьми часов, и, то есть, основное внимание, конечно, это у нас рассчитано в первую очередь, мы чистим этот автобусный маршрут и тротуары. То есть, это по-любому, то есть, мы выезжаем и делаем только, то есть, значит, это. Потом после восьми часов у нас уже идут, ну, не восьми часов, то есть, получается, второстепенные дороги, и потом уже пошел частный сектор, это грунтовые дороги. Как часто вот чистится частный сектор, вообще, люди дают какие-то заявки или просто приезжают? Нет, ну, у нас есть по схеме нашего движения, есть, значит, как бы он весь город получается, но это все зависит от количества выпавшего снега. Если мы успеваем автобусный маршрут расчистить, значит, и после этого, значит, второстепенные дороги, и уже потом выезжаем на частный сектор, то есть, мы его практически, вот, наверное, скорее всего, мы завтра выходной день, и завтра, послезавтра будем также выходить, работать и разгребать частный сектор. То есть, нам не то, что, ну, заявки нам, конечно, поступают от людей, то есть, жалуются, конечно, я и понимаю людей, что у нас не расчищено, значит, тут не проехать, что-то еще. Но в основном, в последнее время стало не то, что у нас не проехать, а соседняя дорога расчищена, у нас нет. И вот в основном такие жалобы, как бы, почему там расчистили, а к нам не заехали. Также социальное учреждение у нас, мы очистим и больницу, стараемся и к школам, как бы, подъезды. И кроме этого, кроме техники, у нас еще работает 12 человек, ну, скажем так, дорожных рабочих, которых вы, ну, скажем так, жители города могут видеть в течение дня, это вот мы чистим и остановки, пешеходные переходы, значит, все разъезды, которые от машины, значит, то, что вот от грейдеров и от машины остается, вот этот вал, то есть, вот они работают с пяти часов. Совсем недавно предприятие приобрело прицеп-разбрасыватель пескосоляной смеси, который представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Мы закупаем, осенью мы закупаем соль, песок, и потом происходит перемешивание, чтобы, то есть, ее зимой невозможно мешать в основном, мы заготавливаем ее с осени. Вот, она очень коррозийно относится к металлу, эта пескосоляная смесь разъедает ее, и поэтому машина особо надолго не ходит. И мы старались, конечно, ее поддерживать, подваривали, но сейчас она уже как бы особо непригодна. И поэтому было решение купить вот именно данный прицеп, у него есть свои преимущества, ну, кроме того, что он новый, соответственно, он работает от трактора МТЗ. И машина, если у нас раскидывает, она кидает только, ну, вот именно вот эта машина, мы, конечно, на нее летом мы на нее ставим бочку, то есть машина, скажем так, тоже взаимозаменяемая. Вот, но на машине есть двигатели, есть колеса, и все это может быть тоже как бы ремонтироваться. А прицепная машина, вот этот прицеп, то есть, соответственно, мы можем под нее сделать, ну, ее подцепить может любой трактор. Если один сломался, мы цепляем другой, другой сломался, значит, цепляем третий. И поэтому, думаю, что с покупкой этой техники мы уходим от того, что, скажем так, как, наверное, все видели, что приходится, когда посыпают, люди с лопатами из кузова кидают там, или еще откуда-то кидают по дорогам, потому что, ну, безопасность, это все равно важнее. Приходится, скажем так, выходить любыми путями. Ну, и завершение, скажите, а куда снег вывозят эти вот валы? Снег мы вывозим, значит, есть постановление администрации, значит, это через земельный отдел, через экологов, создано пять площадок по городу. То есть, это в разных концах города создаются площадки, и в зависимости от того, откуда мы вывозим снег, на данную площадку он туда и вывозится.